Нагорный Карабах Азербайджана был оккупирован армянскими войсками почти 30 лет назад. Армянам, проживающим там в конце прошлого столетия, сепаратисты обещали светлое будущее. Но за столько лет ситуация не изменилась. Напротив, жителям этого региона приходится выживать. Виновником же своих бед они называют руководство Армении. Именно ему подконтролен марионеточный режим. Все мы, армяне, словно находимся на одном корабле, которым совершенно неумело управляет Никол Пашинян. Своей никчёмной политикой он всех без исключения тянет ко дну. Никол Пашинян разве ты способен управлять? Все знают, что нет. Но мы вынуждены молчать. Прошу уйти добровольно. Избавь нас всех от такого никчёмного руководителя. В самой Армении также не довольствуют. Там не раз призывали премьер-министра к отставке. Действия Никола Пашиняна привели к такой плачевной ситуации для всей армянской нации. Мы терпим поражение с самого начала боевых действий. Правительство же страны считает, что право во всём. Никол и его команда словно преднамеренно пришли к власти с единственной целью – создать неприятности для армян. Таким ходом Пашинян сам уничтожит Армению и ему за это не поздоровится. Экономическое положение в Армении всегда оставляло желать лучшего. Возобновившиеся в зоне армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта боевые действия ещё больше ударили по бюджету Еревана. Экспертное сообщество этой страны уверено – полное поражение уже близко – как на поле боя, так и внутри самой Армянской республики. Михри Банка, Сумла, Шамистан Мамедов, CBC.